Вдруг Фурион. Ну и что сказать по поводу Фуриона? На старте Фур от Боун Севена вроде бы яркий мув такой сделал, а дальше просто дичайший слив. Дальше страшно смотреть. Хотелось убрать от экрана детей, если вдруг они... Хотя кто там еще кроме детей доту смотрит? Короче говоря, там действительно издевательство было над командой Cloud9, у них никаких не было шансов, они это поняли, наверное, минуте на 10, но тянули, вдруг вариант был за камбэчей. Хотя и для камбэков игроков, как таковых героев точнее, как таковых не было. Там был Разор с Веспом, не очень хорошо зашел. ДК тоже, по сути, дамагой с тем же гирокоптером перефармленным вообще не справился бы. Ну я уже молчал о Боун Севене, это все была заведомо проигранная катка еще где-то минуте на 10. Ну и на данный момент Клауда забирают себе снова Веспа, забирают себе гирокоптера, Цидек забирают себе Баунти Хантера и Лина тоже в пик команды Цидек Гейминг. В первой игре Лина от Шики была Beyond Godlike, по-моему, там 14-1, что-то вроде того. Точно уже по статье и не вспомнить, но, короче говоря, давила очень жестко и было больно смотреть, что там вообще происходит с командой Клаудной. У меня как-то задали вопрос, как считаешь, Клауда, проклятие второго места. Ребят, вы о чем вообще в Интернешнл или пятом второе место Клауда? Думаю, что нет на самом деле. Мне кажется, слишком много ожиданий возложили на коллектив Клауд Найн, они могли зажечь в 2014, а вот в 2015, честно говоря, это чуть ли не предпоследняя команда, на которую я поставил бы. В формировании топ-8, например, Клауда, наверное, на восьмое могли бы претендовать, но не знаю почему, лично мое ощущение, что выше восьмого подняться, это будет просто подарок для данной команды. Во-первых, потому что, еще раз повторюсь, я не хейчу конкретно, но вот TI5 показал, что Ноутейл по сути якорь в составе команды Клауд Найн. Да, он опытный игрок, он крутая медийная личность, все хорошо, но как доходит дело до доты, так столько, сколько Ноутейл, я не знаю, кто умирает. Таких еще поискать надо. Ну и не часто это заходит конкретно положительной смертью, что, мол, Саппорт сливается, а Керри фармит в это время. Нет, он может сливаться просто потому, что так заведено у него. Клауда забирают себе гирокоптеры и Веспа в баню отправляют... Клокверка отправляют Квинов Пейн, улетает в баню также Туск и Андайинг тоже в баню от команды Клауд Найн. Цедек забрали себе Баунти Хантера, Лину и Дарк Сира, ну и в баню отлетел Лишрак, Нага Сайрен, Пугна и СФ. Не дают Пугну команде Клауд Найн уже вторую игру Цедеки. Вторую. Они, видимо, знают о Клаудах достаточно, чтобы говорить с ними на равных и даже больше говорить с позиции силы. Ну и пока что в первой игре показали, насколько это может развиться, до каких вообще абсурдных пределов. Цедек, кто такие? Вот кто такие. Скайр и Смак от Клауд Найн, Весп и Гирокоптер. А здесь на Гирокоптер отвечают Фантом Лансером. Бреки команды Цедек, Сир есть, Баунти Хантер есть, Лина есть. По идее, в каждой из них достаточно серьезный ДДшник. То есть в файте очень много вливают. Одни и вторые, Висп, единственный, кто выпадает из этого списка. В принципе, Скайр и Смак под Мистик Флеер чудеса тоже творит. Я думаю, что понадобится кто-то, кто собирал бы всех кучкой. Скорее всего, это будет Магнус. Других вариантов я не вижу, но у Цедек Гейминг... Есть еще один бан, и по идее, оффлейнера должны банить Легион Командер от команды Клауд Найн. И, по-моему, это Мид Лейн Легион Командер, поэтому оффлейн от команды Цедек должен отлететь. Легионка в паре с Виспом, в принципе, стрелами поливает постоянно. Это классика. Ну а стрелы дамажат, ой-ой-ой, как сильно. Тем более, при Виспе бесконечная мана. Кулдаун здесь в небольшой, 18 секунд. Ну и спайм, 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 ничего, даже думать нечего. Ну и последний бан от команды Цедек Гейминг. Я думаю, что от Магнуса стоило бы избавиться в данном пике. От Магнуса, или может даже от Эникмы, кстати. Хотя Магнус, скорее всего Магнус. Нет Эмбер Спирит от Цедек. Залетает в бан. Не видят они оффлейнера. Они думают, что Легион Командер будет оффлейн у команды Клауд Найн. Ну не знаю, у меня немножко другое мнение. У меня есть подозрение, что именно на центральную линию Легионку отправят. Против Лины с Виспом, конечно, не так-то просто. Вообще против Лины не так-то просто стоять. Но с Виспом в паре любые Тини и Свены, Мидлейн, могут выстоять. И видел, как Спектра, в принципе, выстаивала Мидлейн в паре с Виспом. То есть можно, варианты есть. Варианты есть. А Легион Командер не такая уж и дохлая подруга у нее, естественно. Тут произойдет атак и, конечно же, стрелы. То есть стоять достаточно комфортно. Ну а на сложную линию бери уже я не знаю кого, но Магнуса бери. Цедек на сложную есть, на Мидлейн есть, керри есть. Нужен хороший саппорт. Виверну забанили Клауда. Ну и есть Дазл. Никуда он не девался. Есть Вич Доктор. И фарм, и подстопить. Подхарасить, конечно, с нормальным рейджом. Я думаю, что Дазл мог бы по данному пику заходить. Тем более против Легион Командер вообще, кстати, отлично. Дазл заходит, Шалу Грейв, и Легион стоит, бьет и может понять, что вообще. Как мне убить его? Что делать? Где Акс? Пусть ударит его по голове. Кстати. Кстати, об Аксе. Если сейчас будет Дазл, может и Акс залетит на сложную команду. Клауд Найм. Вич Доктор. Все-таки ВД не Дазл, а ВД. Ну тоже, в принципе, предполагаемый достаточно пик. Зевс от Клаудов. Значит, Легион это Бон Севен. А Зевс это Фатом. Мне так кажется, опять же. Просто Агрессив Фантом Лансер. Мне, кстати, кричали. Там В, а не Ф. В, а не Ф. Агрессив с В. Ну, ребят, посмотрите еще раз, кто там в глазке-то. В половину третьего. По-моему, Ф. Если я не совсем отбитый, если я хоть что-то понимаю в буквах, то это буква Ф, а не буква В. Не знаю, как там может быть Агрессив. В, вообще не ясно. В том, что чувака этого 500 лет уже наблюдаю в китайской доте. Шики забирает себе Лину. Гардер это Баунти Хантер. Экзет это Дарксир. Агрессив будет играть на Фантом Лансере. И Вич Доктор для Кью. Со стороны команды Клауд Найн. Этернал Энви фармит на Гирокоптере. Опять Нолтейл забирает себе Виспа. Мизери будет играть на Скайрос Маги. Фата будет играть на Зевсе. И Боунт Севен забирает себе Легион Коммандер. Ну и со стороны Сиддеков мы, в принципе, тоже все видели. На легкую линию отправляется П.Л. На центральной линии будет фармить Шики на линии. Ну и Гардер, как обычно, гуляющая величина. Кью у нас тоже без фарма остается. Кью у нас просто саппортит П.Л. Ну и сложная линия Т.Хзет на Дарксире. Достаточно классическая схема от Сиддек. Не считая этого современного Баунти Хантера. Цель которого ходить по вражеской территории. Чекать, узнавать, где кто находится. Убивать Курьеров. Всякие полезняшки выполнять. Ну и от команды Клауд Найн. Фата на Мид Лейне. Ноутейл с Легион Сеттернал Энви на Нижней Лайне. Легион Командер. С кем? Сама или с кем-то? Или вообще лес будет у Баунт Севена? Вроде бы нет. Потому что... Оверхелм Инаутс прокачан от Легион Командер в один уже. Так что, скорее всего, линия. Ну и судя по расстановке героев сейчас, может быть даже линия соло. Без саппорта. Вот я о чем. Одна из самых стрёмных аркан в доте. Симпатюля Легион Командер, которая превратилась просто в фанатку группы Сепультура с черными губами и красными от перепоя постоянного и постоянной алкашни глазами. Ну вот Скарь Асмак тоже, да? Немножко тут Сепультура донеслась, видимо, из колонок Легионки. Зацепила. Как-то к водочке потянула. И вот... Вот Скарь Асмак уже с красными глазами. Гардер. Стоит и ждет, когда придет Курьер. Рассказывает Бон Севну, как можно это делать безопасно. Чтобы не огребать. Ой, ребятки, ребятки. Пардон, конечно, за худ, который не убрали. Все, возвращается худ на место. Ну и... Первый фраг намечается. Экзет лохэпшный, но бежит, верит в себя, уходит в деревья. Сопли перелетают в Экзета, и команда Клоуд Найн забирает ФБ. Достаточно неплохо ждет. Гардер своей очереди разобраться с Курьером пока что. Пока что нет. Пока Кура стоит на месте. Ничего себе Зевс не приносит. Ну, Боттл готов. Знают, что здесь есть Гардер, игроки команды Клоуд Найн. По идее, сам должен идти Зевс. Ну, ему, во-первых, Боттлус собьют. Фласку, точнее. Гардер должен, по идее, обидеться. Он прекрасно понимает, что Зевс пошел Боттлу сам забирать. Но нет, не резал. Хотя мог бы и подрезать Зевса немного. Наверное, самому себе дороже. 1-0 счет. Клоуда впереди на 800 по голде. По экспириенцию на Копейке тоже, но впереди Клауд Найн. На сайте Пинакл Спортс, кстати, равные показатели на третьей мапе. А на второй... На второй в пользу команды Цидек. Все верят в Цидек. Ну и, скорее всего, это правильно. Они на ходу. Они достаточно молодые, свежие. Они не натерпелись уже в доте. У них нет этой усталости. От них никто ничего не ждет. И поэтому им так легко что-то показывать. Eternal Land. Против Экзеда в Соло. Здесь Snowtail и Мизери пока что гуляют по собственному лесу. Гардер на Баунти Хантри, на Мид Лейн. Опять с Курьером, но опять непруха. Но видят, что Фата без Боттлы. Значит, Фата Боттлу отправил в Курьере. Значит, Курьер сейчас будет идти. Можно попробовать подрезать его. Гардер сейчас выйдет на Фату. Немножко подсловил его. А Шики, Лайт Страйкеры и под ноги Фаты. Задувка. Нет, ничего такого. Вообще ничего такого. Ну и просто Зевс пока раздает тут на Мид Лейн. Вообще для Зевса комфортно стоять соло. Через Статик Филд Зевс просто диким парнем становится. Ну и заметьте, все больше героев идет исключительно так. Арк Лайтнинг и Статик Филд. И постоянно лоу ХП-шный оппонент стоит. Шики-то не били сильно. А Шики без Хеллз Пойнтов. Вот вам и пожалуйста. Ну Клауда уже начинает по фарму проигрывать. Это при том, что Гардер гуляющий вообще нифига не фармит. Первого левела ничего, никого, нигде, никак и никогда не убивал. И при этом Гардер, будучи якорем, позволяет своей команде хоть как-то по фарму и по экспириенсу отыгрываться. Но сейчас опять графики повозли в пользу команды Клаудна. А где Экзет в это время? Экзет отправился в собственный лес. У него есть рецепт на Сол Ринг. Он здесь фармит. И у него ситуация, в общем-то, нормальная. Охпшный Экзет. Отведешь, не отведешь, отведешь, не отведешь. Отведет. Просто убегать отсюда. Появились големы, все. У Экзета уже сейчас, в общем-то, будут деньги на появление Сол Ринга. Дальше попроще немножко будет фарм. Ну и Гардер получает экспириенс. Почти третьего левела уже здесь. Тауэр Клауда, скорее всего, забирают, кстати. Да, Гирокоптер от Этернал Лэмби забирает Тауэр на нижнем лане. И первая вышка, снесенная в этой игре. 4,5 минуты сыграно. Клауда в плюсе на 1000, как и были АЦДеки по экспириенсу на 500. Как там Экзет? Вот этот меня вопрос больше всего волнует. Сол Ринг у него есть. То ли линия, то ли лес. Вроде как линия. Вроде как линия. Ну, Мека здесь, скорее всего, на Дарксире. Собирать больше некому. А здесь Мека на... Может, на Легион Командер. А может и нет. Кстати, у Легион что-то проблемы какие-то. С фармом 5 на 0 за 5 минут. 5 фарм. Ну и агрессив здесь уже 30 на 15. Ну, понятно, почему Бон Севен не фармит. Фармит на Утейл. Ой, фармит на Утейл. Фармит и Кью в лесу крипов. Понял, что в соло можно оставлять Фантом Лансера. Смело он 5-го левела Бон Севен 3-го. Нифига Бон Севен сделать не сможет. Гардер пошел во вражеский лес. Здесь и Экзет. Все это по Дайн Шеллам. Виспа если поймать, Висп просто погибнет. Здесь дабл стак. Так, в это время Лина забирает Скайра с мага на мидлейне. Пришел Мизери помочь своему тиммейту. Помощь не алло, оказалось. По голде Лина 419. По экспириенсу 230. Ну и я думаю, что графики сейчас в пользу команды Цидек должны поползти. По идее, к лолдам где-то в моментами не дофармливают. Так, давайте по вещам пробежимся. 5 минут, мало ли, вдруг что. Что-то понятно уже будет. Пэйл пока что с Аквиллой есть. У него Бутсов Спид и Нетворс параллельно. Посмотрим. Зевс у нас в топе. Фата тащит 3000 у Фаты. По голде у него есть Боттл. У него есть Солринг. Есть тапок обычный. Сейчас будут Аркан Бутсы. Парам. Как читаю доту. Ай-яй-яй. Аркан Бутсы появляются у Фаты. Солринг и есть. Боттл тоже имеется. Но Бладстоун в скором времени, я думаю, минуте хотя бы к 15-ой должен быть. Если у Фаты все будет хорошо и он будет топ на Творс на карте, или хотя бы в двойке где-то быть со своим тиммейтом, то, по идее, к лолда должны быть достаточно ранние артефакты. Так, Зевсам увидели Этернал Энви. Перемещается на собственную базу. А почему, скажи, пожалуйста? Почему не вниз? Точнее, не вверх. Помочь тиммейту Пейл уже 6-го левела, Бон 7-4-го. Так, в это время Гирокоптер Аквила у него есть. ПТ есть для Этернал Энви. Тоже неплохо все по фарму. Зевсам мы видели. Ноутейл с Батлой пока все. Мизери с Тапком тоже без ничего. Легион Командер, Тапок, Стаут Шилл, 450 на руках. Но Эквилинг Блейд вроде бы бить крипов, а где эти крипы, непонятно. 12 на 1 у Бон 7, а на 8-й минуте маловато. Здесь ВД от Кью. Тапок, Смоук. Пустота, Дарксир. Рингов Реген есть. Выход в Мекку, но, в принципе, пока по фарму беда. Баунти Хантер тоже бедовый. Так, Гирокоптер в это время забирает у нас Лину. Ну, Лина на Мидлейне сваливается. Лина, которая должна была фармить у Лины. Да ничего, в принципе, нет. У Лина Этерналайна пришел вражеский фарм забирать. Тут нормально, чувак, на опыте. Кулдаун по стакам. Убей не хочу, но Тейл помогает. Нормально, справились. Агрессив туда смещаться не может. У него мало хеллспоинтов. У него практически нет маны. Тут и Зайвейдить сложно будет что-то, если на него нападут. Ну и Кью, но у Граунди стоит. Кикзет перемещается на Мидлейне. Лина, 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 Лина. Где ты? Где ты? Шики пока просто гуляет. Ну, да, пошли. Под фарму здесь. Усиляться. 500 сейчас. По экспириенсу тоже повернули графики в свою сторону. Фатта. 900 голды на руках. Солринг есть. Пока больше ничего. Ульта пошла от Фаты проверить, где кто. Проверили, продамажили больше всех здесь Пейла, но он битый был. У Пейла в скором времени будут появляться барабаны, как я понимаю. Ну, уже есть брасер. В общем-то, сейчас деньги будут на... Рецепт, а там... 400...